Офицеров бывших не бывает, ровно как и солдат. Мужчины, которые уже отслужили в армии, вновь получают приглашение в военкомат. Им предлагают войти в мобилизационный резерв региона. Это добровольное заключение гражданами контракта с Министерством обороны в лице воинской части, подразумевающее в мирное время это пребывание на тренировочные занятия, учебные сборы, а в военное время самостоятельное прибытие в воинскую часть при мобилизации. Резерв нужен для доукомплектования вооруженных сил в случае мобилизации. Войти в состав могут россияне без судимости, годные по состоянию здоровья и прошедшие срочную или контрактную службу. Высших офицеров не бывает. И для того, чтобы не забыть то, чему учили в училище, чем я занимался все 18 лет в службе в армии. То есть повысить свои профессиональные навыки. Тем более мы живем не в такое спокойное время, а нужно быть готовым ко всему. Защищать свою родину, свою страну, где ты родился, свой город, свою семью. Резервистам предлагается выплата от 2,5 до 7 тысяч рублей. Службу можно совмещать с постоянной работой, говорят в военкомате. Восьмичасовые тренировочные занятия проходят 5 месяцев в году по 3 дня в месяц. Раз в год проводятся сборы от 10 до 30 суток. Также служащим положены и дополнительные дни отпуска. День назад провели аналогичное установочное совещание уже с руководителями предприятий и организации города по вопросу формирования мобилизационного литерского резерва. Были разнесены основные положения, для чего это необходимо, почему именно они, представители крупных предприятий, сегодня участвуют в этом в первую очередь, и почему сегодня мы обращаемся именно к ним. Все военкоматы региона сейчас ведут работу по комплектации мобрезерва. К примеру, в Бийске планируют набрать 500 человек. Артем Тарасов, Алексей Шаульский. Новости.